ребята всем привет привет всем моим художникам сегодня мы рисуем картину с морем и нарисуем море так как будто бы мы стоим вот тут вот на берегу и море идет прямо на нас и я вам посоветую для этого мк использовать малярную ленту она у вас должна быть давайте выберем сколько у нас будет море и сколько у нас с вами будет небо так как мы рисуем море все-таки я предлагаю чтобы большее количество у нас занимала именно море я вот так вот наверное сделаю смотрите приклеила ровненько и это наша граница даже еще еще я хочу не буду больше море очень удобно вот у холста прямо по линеечке можно у холста такие ячейки да прямо по ним и клеем отлично не отлично что у меня садится батарея надеюсь хватит и так приступим к небу небо у нас обычнейший самый градиент который сверху темнее и снизу он будет посветлее градиент вы делаете прекрасно умеете поэтому без лишних слов поехали кстати вы можете порозовить небо вот такая у нас сегодня палитра вы можете порозовить небо сделать его закатным я делаю стандартную самую историю вы же выбирайте и творите как вам хочется вот мое небо будет таким теперь снимаем нашу ленту и смотрите вы можете подождать пока закончится пока засохнет ваше небо переклеить ленту сюда и продолжать да я попробую вывести ровную линию прям так как есть поэтому продолжаем набираю синие хорошенечко так и начинаю рисовать провожу линию вот этого темного синего вот я это дело подправлю оба все теперь точно ровно еще немножечко синего более светлого и и здесь я хочу чтобы у нас была такая зеленая история как будто бы мы на каких-то мальдивах до сюда добавлю еще синего мы раскрываем холст насколько вы поняли сейчас самое главное раскрыть холст и вся красота будет таится в деталях чтобы сделать этот зеленый давайте попробуем смешать охру с нашим синим у меня белый плывет да вот такой зеленый подтон вообще сюда смело можно мешать и синий с желтым чтобы был такой зеленый более яркий но мне будет достаточно и вот такой истории смываем кисть теперь перехожу к нашему берегу это будет охра с капелькой белого и теперь наша задача свести это все в градиент вот этот зеленый с нашей охрой вот так отлично и теперь ждем полного высыхания и скоро начнется магия мы с вами дождались полного высыхания берем тонкую кисть набираем белого и сейчас мы будем идти к деталям что в этой работе я хочу нарисовать я хочу чтобы мы с вами отработали волны вот как волны идут на нас мы вот тут на бережочку стоим и волны на нас идут смотрите давайте вспоминать как идет волна смотрим на референс и волна у нас идет дрожащие рукой рисую вот так и сюда она заворачивается то есть она вот идет идет и в фух сюда заворачивается да здесь та же история вот так обозначили отлично и обозначим волну вот здесь которые на берегу у нас будет идти дрожащие рукой подсматривайте на референс все обозначили наши волны здесь у нас идет достаточно такая тонкая работа что мы делаем сейчас я мы с вами должны смотрите я вот беру белый и вот так по палитре чтобы осталось немножечко краски на нашей кисти и теперь нам надо изобразить вот эти вот белые пенные такие блоки да что я делаю вот этой вот кистью такими втирающими движениями я размазываю вот то что у нас есть туда вглубь на кисти немножко у нас белой краски вот так понятно размазали здесь тоже самое набираем и сюда вот вмазываем как бы вот такими движениями отлично добавим больше белого чтобы было больше контрастности и вмазываем супер сделано теперь набираем белый и будем изображать структуру вот здесь вот когда волны уже почти у берега да что для этого мы делаем мы просто вот такими разными линиями делаем много маленьких волн волнений смотрите вот здесь вот у нас ничего не будет да посмотрите на референс сюда мы не заходим этими маленькими линиями а вот здесь мы все должны вот так раздробить вот так абсолютно рандомно это делаем уже получается уже получается то что нам надо здесь тоже просто от балды как я говорю но не переборщите да отлично теперь чтобы создать вот эту видимость что у нас эта волна накатывает сюда нам надо добавить сюда глубины для этого мы возвращаемся в наш этот зеленый цвет который я делаю из синего и охры и добавляю сюда у нас сразу же получается объем можно пальчиком тереть и вот этого зеленого сюда немного тоже вот так втираем видите движениями влево вправо влево вправо вот уже получилось правда вот эту историю нам извиняюсь вот эту историю нам надо с вами оживописить она плосковата поэтому мы тоже кое-где добавляем объемом выделяем под белыми линиями и закрашиваем теперь возьмем синего и такую же историю повторим синий посмотрите я не закрашиваю да а как бы тоже делаю такие же линии вот так уже получается эффект вот этого прилива правда супер а здесь больше охры я вот в одной лужице тусуюсь вот этой да и просто делаю то синее оттенок то больше охры и и вот здесь вот этот вот цвет такой охры и чуть-чуть синего он такого цвета мокрого песка то есть здесь у нас волна уже легкая и просвечивается наш песочек точно такими же движениями тоненькой кистью вот так влево вправо вот тут кстати перебор у меня случился и я белым сразу же добавляю потому что здесь все на таких полупрозрачных должно быть выделим вот здесь под первой волной больше охры и чуть-чуть синего чтобы показать что у нас здесь мокрый песок и втираю продолжаю на контрасте на нюансе мы с вами играем по моему очень круто особенно вот эта часть сейчас мы пойдем разбираться обратно туда в эту волну берем синего чистого я хочу тут еще добавить глубины очень тоненько работаем если на прошлой картине мы махали в свое удовольствие здесь мы учимся с вами писать вот так вот тонко я водой размываю вот появился объем теперь смотрите чтобы эта волна не была у нас одинокой там ведь тоже волны раз у нас такая тут огромная волна правда очень-очень тоненько сейчас работаем и тонкие-тонкие волну шички там рисуем как будто бы у вас дрожит рука и там на дальнем они все прозрачнее все меньше и меньше вот так супер что не хватает сейчас нашим этим волнам им не хватает неаккуратности мы все так же тоненько делали поэтому я самый кончик опускаю в краску и сейчас мы с вами вот такими точечными видите я просто ставлю точки и мы разбиваем вот этот край такими точками брызгами делаем такую как бы бахрому что ли самым кончиком отлично теперь ту же процедуру проводим и наши первой вот этой волной разбиваем ее вот этой нашей бахромой чтобы все смотрелось натурально мы почти с вами в реализм ударились правда а не спеша вырисовываем форму волны и вот эту первую волну я хочу еще сделать более акцентный то есть добавляю белого еще это первый план грех его не выделить все отличненько и теперь так как это первый план соответственно у нас это все должно быть ярче чем то что вдали и здесь выделяем вот эти тонкие волны еще белым мы с вами так послойно слой за слоем не спеша то есть видите я буквально чуть-чуть выделила и уже живее вот какая же у нас с вами красота получается правда у меня белый какой-то такой прозрачный достаточно фирма неудачная и вот эти мои линии здесь прям совсем пропали я еще разочек пройдусь там а здесь давайте прям вот такую волну она такая вылетает точками я делаю вот этот вот брызги вот супер и здесь больше брызг класс берем полупрозрачную и вот здесь у нас достаточно вышло пуста полупрозрачным белым добавляем туда тоже вот этих волнений потому что там когда эта волна делается да она же тоже не не супер ровная там какие-то волнения могут быть и и такой элементик вот здесь над этой волной совершенно немножко отхожу делаю что эта волна собирается как бы там какой эффект супер вот кстати на камере вот это не очень удачно смотрится мне хочется чтобы и на камере все смотрелось поэтому добавлю тут брызг вот так клёво правда и теперь смотрите что у нас получается что наши песок не не очень классно подходит видно что это первый слой ничем не закрыты если в небе это еще смотрится хорошо то здесь не очень поэтому я вложу в охру и просто разбиваю да где-то в охру где-то в белые просто наношу второй слой чтобы не выглядело пусто так уже совсем по-другому смотрится просто пройдитесь чтобы там не было пусто и еще раз хочется вот здесь охры смешиваю с синим чтобы вот этот зеленый получить и прохожусь просто еще раз не заходя на те точечки прекрасные которые мы сделали чтобы показать что тут мокрый песок вот так обновим точечки мы закрыли обновим еще раз слой за слоем не спеша море не требует спешки накрываем наш песок волнами вот так супер я сейчас посмотрела на камеру вот здесь мне не хватает глубины вы также смотрите на свою картину добавим здесь вот этой глубины что у нас там волна это заворачивается классно мне не хватает и здесь я в первом слое мы просто раскрывали как бы холст а сейчас мы уже смотрим что где я вижу что вы здесь мне не хватает вот этой глубины потому что чем дальше море тем она темнее точно такими же движениями это у меня синий сохрой чуть зеленоватый такой да где-то захожу на белый здесь уже чистым синим опять мне не хватает белого вот здесь хочется добавить обозначить что эта волна как бы закруглилась вот так все теперь мне всего хватает очень крутое море у нас получилось мне кажется но небо достаточно плоская давайте в небо тоже добавим облаков и сейчас я покажу вам как рисовать облака такие легкие не навязчивые беру белые и смотрите точно также вот такими втирающими движениями полупрозрачным посмотрите какие я делаю движения вот так влево вправо не спеша а снизу растираю просто увожу туда если у вас полупрозрачным вас получится так сделать вот сюда какое-то облачко влево вправо вы так видите и растираю просто вложу в синий не смывая кисть хочу выделить вверх некоторых облачков поэтому выделяю и растираю туда видите выделилась покажу на этом выделяю вот так по верху и растираю вот мне кажется такие нежные облачка самое то для такой картины ой простите и вот тут у меня маленькая такая замазала и эту картину мне прям хочется подписать что это моя поэтому я подписываю вы всегда подписываете по здесь правом нижнем углу фиалка все вот такая картина у нас получилась минимум усилий и максимум результата клёво